Добрый день, уважаемые слушатели! Мы завершаем изучение дисциплины технологии восстановления и ремонта машин, лекция номер 14. Тема сегодняшней лекции – восстановление деталей гальваническим и химическим наращиванием материала. В рамках сегодняшней лекции мы рассмотрим три вопроса. Первый вопрос – это защитно-декоративные покрытия. Второй вопрос – вне ванные и без ванные способы нанесения гальванических покрытий. И третий вопрос – особенности разработки технологических процессов. Так, первый вопрос нашей лекции – это защитно-декоративные покрытия. Защитно-декоративные покрытия применяют в ремонтном производстве для защиты деталей от коррозии и придания им эстетического внешнего вида. Наибольшей стойкостью обладают четырехслойные покрытия, которые получают последовательным нанесением слоев никеля, меди, никеля и хрома. Первый слой никеля толщиной не более 5 мкм обеспечивает высокую прочность сцепления покрытия с деталью. Слой меди толщиной до 30 мкм имеет небольшую пористость и обеспечивает хорошую защиту от проникновения коррозионной среды. Второй слой никеля толщиной 20 мкм придает покрытию красивый внешний вид, а очень тонкий 1-2 мкм полупрозрачный слой хрома защищает его от механических повреждений. Одним из видов защитно-декоративных покрытий является электролитическое меднение. Медь это мягкий пластичный и легко полирующийся материал. В химических соединениях медь может быть 1-2-х валентной. Электролитическое меднение в ремонтном производстве имеет следующие области применения. Это восстановление натяга в сопряженных деталях, то есть меднение наружной поверхности вкладышей подшипников коленчатого вала. Восстановление размеров деталей, это меднение втулок по наружной поверхности с последующим их обжатием. Улучшение плавности зацепления и облегчения при работке, это меднение червяков зубьев шестерен. Защита поверхности деталей и инструмента, не подлежащих цементации. Получение промежуточного слоя при защитно-декоративных покрытиях стальных и цинковых деталей. На ремонтных предприятиях широко применяют серно-кислые холодные электролиты, состоящие из водного раствора медного купороса и серной кислоты. Покрытие наносят при помощи растворимых медных анодов при режиме плотность тока от 2 до 4 ампер на дециметр квадратный, температура электролита 291-293 кельвина и выход по току равен 98-100%. Недостаток этих электролитов это невозможность непосредственно покрывать медью железо, цинк и их сплавы. При погружении последних в кислый электролит на их поверхности контактно выделяется медь, которая плохо сцеплена с основой и обладает большой пористостью. Поэтому при меднении стальных деталей предварительно наносят на них тонкий подслой никеля или меди в пирофосфорном или цианистом электролитах. Еще одним способом нанесения покрытия является цинкование. Покрытие цинка применяют для защиты изделий из черных металлов, таких как листы, трубы, проволоки, детали станков, автомобилей, тракторов, приборов, крепежных изделий от коррозии. В ремонтном производстве их используют для защиты от коррозии крепежных деталей и основные преимущества электролитического метода цинкования следующие. Это высокая степень частоты цинка, зависящая главным образом от частоты анодов и реактивов, применяемых для составления ванн, высокая химическая стойкость цинковых покрытий, полученных электролизом, обусловленная частотой осадка. Это малый расход цинка, обусловленный возможностью точного регулирования количества цинка и толщины покрытия. Это хорошие механические свойства покрытия, такие как эластичность, сцепляемость сосновой. И это достаточно высокая стойкость против коррозии в условиях, например, торпического климата. При цинковании наиболее распространены сернокислые электролиты следующего состава. Это сернокислый цинк 200-250 кг на метр в кубе, сернокислый аммоний 20-30 кг на метр в кубе, сернокислый натрий 50-100 кг и декстрин от 8 до 12 кг на метр в кубе. Покрытие наносят в специальных вращающихся барабанах или колодках при комнатной температуре электролита и плотности тока от 3 до 5 ампер на дециметр квадратный. Выход по току составляет 92%, а толщина слоя от 3 до 40 микрометров. Рассмотрим еще ряд способов нанесения защитно-декоративных покрытий. Первый способ это электролитическое никелирование. По физическим и химическим свойствам никель близок к железу. Никель химический стоек против атмосферного воздуха, щелочей и органических кислот. В серной и соляной кислотах он растворяется медленно, а в азотной быстро. Никелевые покрытия хорошо полируются до зеркального блеска и приобретают красивый декоративный вид. При введении в электролит блескообразователей удается получить блестящее покрытие без полировки. Тонкие до 25 микрометров никелевые покрытия обладают пористостью, которая уменьшается с увеличением толщины слоя. По отношению к железу, никель имеет менее электроотрицательный потенциал, то есть является катодным покрытием. Поэтому стальные изделия защищают никелем от коррозии только тогда, когда в покрытии нет пористостей и не покрытых никелем мест на поверхности детали. Толщина слоя никеля, при которой покрытие становится практически беспористым, 25-30 микрометров. Процесс никелирования осуществляется при комнатной температуре электролита, плотности тока 1 А на дециметр квадратный и выходе по току 90-95%. Следующий способ нанесения покрытия – это оксидирование. Оксидирование черных металлов применяют для защиты их от коррозии, а также для придания поверхности красивой окраски. Для получения оксидной пленки на поверхности стали применяют химическую обработку изделий в щелочных или кислых растворах. Электрохимическую обработку изделий на аноде, проводимую в щелочи или хромовой кислоте, термическую обработку при относительно высокой температуре. Наиболее распространено химическое оксидирование в горячих растворах едкого натора с добавкой окислителей. Оксидирование выполняют в растворе следующего состава. Это едкий натор 700-800 кг на метр в кубе с добавкой в качестве окислителей от 200 до 250 кг на метр в кубе азотно-кислого натрия и 50-70 азотно-кислого натрия при температуре раствора 140-145 градусов Цельсия с выдержкой 40-50 минут. После такой обработки детали промывают в воде и для того, чтобы закрыть поры в покрытии, пропитывают в машинном масле при температуре 110-115 градусов Цельсия. И последний способ нанесения покрытий – это фосфатирование. Фосфатированием называется химический процесс создания на поверхности деталей защитных пленок толщиной от 8 до 40 мкм, состоящих из нерастворимых солей фосфора, марганца и железа. Защитная способность фосфатных пленок выше, чем оксидных, получаемых при щелочном оксидировании стали. Фосфатные покрытия применяют для защиты от коррозии, в качестве грунта при окраске деталей, для уменьшения трения и улучшения прирабатываемости. Для получения фосфатных покрытий используют препарат МАЖЕФ, который представляет собой смесь однозамещенных солей, ортофосфорной кислоты, железа и марганца. Для повышения производительности и уменьшения температуры разработан процесс ускоренного фосфатирования с использованием ванны следующего химического состава. Это препарат МАЖЕФ, цинк МО3, натрий Ф и температура от 45 до 65 градусов Цельсия. Продолжительность процесса от 8 до 15 минут. Переходим к следующему вопросу нашей лекции. Это вне ванны и без ванны способы нанесения гальванических покрытий. Струйные и проточные способы хромирования деталей характеризуются принудительной циркуляцией электролита, что обеспечивает повышение производительности процесса в 3,5-4 раза по сравнению с обычным хромированием. Также высокую равномерность покрытия по всей поверхности и толщину его до 1 мм на сторону. И позволяет наращивать детали в размер без последующей механической обработки. А также снижать насыщенность осадка и основного металла водородом. И существенно улучшить качество электролитических слоев. Помимо перечисленных достоинств, проточное и струйное железнение, проточные и струйные методы нанесения хрома, благодаря интенсивному обновлению электролита и удалению газообразных продуктов электролиза из анодно-катодного пространства, а также равномерному распределению тока повышенной плотности, способствует получению мелкодисперсной структуры, осадков с повышенной твердостью и снижению в них остаточных напряжений. В связи с этим усталостная прочность деталей, восстановленных струйным и проточным хромированием по сравнению с деталями без покрытий, снижается только на 4-5%. Для восстановления таких дефектов деталей, как например восстановление размеров отверстий под подшипники в корпусах и корпусных деталях, применяют вневанный способ. Сущность вневанного способа нанесения гальванических покрытий заключается в том, что при помощи специальных прижимных приспособлений из восстанавливаемых поверхностей детали образуется электролитическая ячейка, в которую заливается электролит. По центру образовавшейся вместимости помещается анод. Восстанавливаемая деталь и анод подключаются к соответствующим клеммам источника. Данный способ является весьма эффективным при восстановлении отверстий в корпусных деталях или внутренних поверхностей других деталей. Для восстановления гальваническим способом изношенных посадочных отверстий в гнездах под подшипники качения картера коробки передач устанавливают на стол и создают ячейки на том отверстии, которое подлежит восстановлению. Для этого текстолитовый диск с резиновой прокладкой прижимают прижимом к внутренним поверхностям коробки передач и устанавливают планку с эбонитовой втулкой под анод, которая крепится к картеру двумя винтами, входящими в резьбовые отверстия крепления крышки подшипника. Анод устанавливают по центру восстанавливаемого отверстия, в которое заливают электролит. После окончания процесса железнения электролит резиновой груши отсасывают из ячейки, извлекают анод и снимают планку. Картер переустанавливают для восстановления противоположного отверстия. К безванным способам гальванического саждения металлов относятся струйные и в проточном электролите и электронатирание. Все они позволяют местно наносить покрытие на деталь без погружения их в ванну и особенно эффективны для крупногабаритных деталей. При струйном способе нанесения гальванических покрытий восстанавливаемая деталь присоединяется к отрицательному полюсу источника тока. На нее через специальную насадку, присоединенную к положительному полюсу аноду, беспрерывно подается струя электролита, который в течение всего процесса заполняет сохраняемый постоянным промежуток между деталью и анодом. Постоянный ток пропускается от генератора через анод и деталь. Замыкается в единую цепь электролита, как показано на данной схеме. Для равномерного покрытия всей восстанавливаемой поверхности деталь или насадку необходимо в период нанесения покрытия вращать с частотой вращения от двух до шести оборотов в минуту. Преимуществами струйного способа являются возможность восстанавливать крупногабаритные детали с использованием постоянного тока малой мощности, малые габаритные установки и возможность ее изготовления в переносном исполнении, что особенно ценно при восстановлении крупных деталей, эффективная возможность контролировать процесс осаждения во время работы, относительная легкость нанесения покрытия, увеличение выхода потоку и расширение диапазона получения блестящих осадков, отсутствие надобности в большом количестве электролита. Метод струйного нанесения покрытий по своей технологичности дает возможность ввести операцию нанесения покрытия в единую линию технологического процесса с использованием электролитов, применяемых в гальваники. Проточный способ нанесения гальванических покрытий заключается в том, что в зоне восстанавливаемой поверхности детали создается местная ванна, через которую насосом прокачивают электролит. Аноды располагают внутри ванны, как показано на данном рисунке. Наибольшая производительность при проточном осаждении металлов достигается тогда, когда создается турбулентный режим течения электролита, более 1 метра в секунду. В этом случае при определенных условиях плотность тока может быть увеличена в 10 раз и более. Однако при турбулентном режиме возникают серьезные трудности. Необходимы тщательные герметизации ячейки, специальный насос и так далее. Поэтому при железнении внутренних поверхностей деталей в ваннах для создания турбулентного режима вместо протекания электролита его интенсивно перемешивают перфорированной пластмассовой втулкой. Сущность электролитического натирания заключается в электросаждении металла из микрованны, образуемой в зоне контакта покрываемой детали с анодом, обернутым адсорбирующим материалом, пропитанным электролитом. В качестве материала используется войлок, фетр, сукно и так далее. Конструктивное исполнение анодных головок представлено на данном рисунке. Наиболее удачными являются конструкции анодных головок, приведенные на рисунках В и Г. Поскольку электролит с анодными головками, показанными на позициях А и В, протекает нестабильно и адсорбирующая ткань заполняется шламом, который протекает в покрытии. Ткань изнашивается быстрее, что часто приводит к замыканию электрической цепи и нарушению процесса. Процесс с анодными головками, показанный на рисунке В, протекает при скорости потока электролита от 0,5 до 1,5 м в секунду с одновременным вращением анодной головки с частотой от 60 до 100 оборотов в минуту. В зависимости от ее диаметра и межэлектродном зазоре 1,1-3 мм. Зазор уменьшается по мере увеличения толщины покрытия. Минимальное его значение ограничивается толщиной натирающего тампона. Электролиз с анодными головками, показанными на рисунке Г, при восстановлении опор коренных подшипников блока цилиндров ЗИЛ-130, протекает при частоте вращения анода 0,7 оборотов в минуту. И скорости потока электролита 1,2 мм в секунду и его расходе от 8,4 до 13,4 кубометров в секунду. Тампон при этом выполнен в виде круглой щетки из капроновых нитей, что обеспечивает механическую активацию поверхности, способствует уменьшению дендрита образования и уплотнению структуры осаждаемого металла. И мы переходим к третьему вопросу нашей лекции. Это особенности разработки технологических процессов. Восстановление деталей гальваническими покрытиями имеет ряд характерных особенностей, заключающихся в отсутствии температурного воздействия на деталь, значительных по трудоемкости подготовительных операций, необходимости строгого выдерживания режимов электролиза и т.д. Рассмотрим особенности технологий на примере восстановления нижней головки шатуна. В зависимости от сочетания дефектов и применяемых способов их устранения, шатуны можно восстанавливать по нескольким маршрутам, показанным на данном рисунке. Это такие операции, как дефектация, шлифование или хонингование нижней головки перед железнением, железнение нижней головки, зачистка торцев и фаски от дендритов, шлифование нижней головки после железнения, растачивание верхней головки под втулку, запрессовка втулки, растачивание втулки, зенковка фаски во втулке верхней головки, раскатывание отверстия во втулке, хонингование отверстий нижней головки, контроль, зачистка паза под усик вкладыша на крышке и шатуни от дендритов, сборка шатуна, комплектование по весовым и размерным группам. Порядок операции может изменяться в зависимости от технологии восстановления, от технологического маршрута восстановления, как показано на данной схеме. Восстановление нижней головки шатуна с железнением осуществляют следующие последовательности. Это предварительная механическая обработка, электрохимическая обработка, нанесение покрытия требуемой толщины и механическая обработка до номинального размера. Вид предварительной механической обработки зависит от износа отверстия нижней головки шатуна. При износе более 0,1 мм выполняется шлифование начисто на внутри шлифовальном станке 3А228. Если износ не превышает 0,1 мм, нижней головки шатунов перед железнением хонингуют на вертикально-хонинговальном станке специальными головками с алмазными брусками. После предварительной механической обработки шатуны монтируют на подвесочное приспособление и обезжиривают в течение 3-5 минут. В растворе следующего состава грамм на литр, углекислый натрий 25-30 грамм на литр, едкий натрий 30-50 грамм на литр, 3-натрий фосфат 10-15 грамм на литр, жидкое стекло от 5 до 10 грамм на литр, температура раствора от 50 до 70 градусов Цельсия, плотность тока от 5 до 10 ампер на дециметр квадратный. После обезжиривания детали промывают в горячей 70-75 градусов Цельсия, а затем в холодной воде. Электрохимическая обработка заключается в анодном травлении в течение 0,5-1 минуты при температуре от 18 до 25 градусов Цельсия и плотности тока от 70 до 80 ампер на дециметр квадратный. Для железнения нижних головок шатунов используют электролит, состоящий из двух хлористого железа, хлористого марганца, соляной кислоты при температуре электролита 65-80 градусов Цельсия. После железнения шатуны промывают в горячей воде и пассивируют в течение 1-2 минут. В растворе, состоящем из азотно-кислого натрия, технического уротропина при температуре раствора 60-70 градусов Цельсия. Затем шатуны опять промывают в горячей воде. Для удаления дендритов на вертикально-сверлильном станке 2А135 шлифовальным кругом проводят зачистку торцев, а фрезой зачистку фасок шатуна. Шлифование и ханингование отверстия нижней головки шатуна после нанесения покрытия выполняют на том же оборудовании при тех же режимах что и предварительную обработку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова